В губернаторском саду Петрозаводска устанавливается интересный проект детской музыкальной площадки. Все игровые конструкции исключительно деревянные. Звук дети будут извлекать из настроенного специалистами дерева. Проект интересный. Я просто поневоле вспомнил, что здесь было. Когда-то здесь был кинотеатр деревянный. Мы ходили в него в детстве. Здесь были аттракционы, карусели. Но это все давно в прошлом. И, тем не менее, место благоустроено. Место благоустроено необычным таким образом. Автором проекта были студенты Петрозаводского государственного университета. И мы видим, что, наверное, таких площадок в городе больше я не наблюдал. Тут и музыкальные инструменты, и голосовая почта, и потом еще сенсорный сад планируется. То есть учитываются интересы разных групп населения. В первую очередь дети. Да, и дети в том числе с ограниченными возможностями могут пользоваться этой историей. Ну и надо заметить, что подошли тоже, скажем так, неформально. Вот видите, дорожка, которая здесь проложена, она проложена по инициативе горожан. Это правильно. Чтобы мы не наблюдали потом натоптанных троп, то, что мы делаем, оно соответствовало тому, где реально люди ходят. Осталось только поставить ограждения, резиновые покрытия на самой площадке. И до середины августа подрядчик обязуется закончить работы. На то и существуют выездные совещания, чтобы на них жители подходили и вносили свои предложения, что и отметила председатель Петросовета Надежда Дрейзис. Мы для этого выходим. Мы на этой площадке уже распятый. Да, чтобы посмотреть, как оно, что оно. Ну вот, понимаете, вот так получилось, никто не заметил. Я была уверена, что вот это вот у нас будут светильники. Оказывается, это ужно. Опять же, вышли и доработали. Да, сейчас подошла, опять же, одна из жительниц про забор нам сказала. Мы, да, уверили ее в том, что заборы будут возвращены новые, высокие, чтобы жителям было не так шумно, которые будут поглощать шум от того, что происходит на этой площадке. Конечно, мы изначально подразумевали, что будет тихая площадка, но все равно вот колокольчики, например, достаточно громко звенят. Поэтому, да, жителям мешает. Забор будет поглощать. Опять же, мы сейчас вышли, увидели гаражи. Мы и раньше по ним прорабатывали, но дома аварийные, признанные, которые рядышком стоят. Поэтому мы, скажем так, решили, что когда аварийные дома будут расселены, берут и гаражи. Но правильно Владимир Константинович заметил, что мы живем здесь и сейчас. И, конечно, сейчас нужно с ними поработать, чтобы они были в достойном виде и не портили.